Громкий свисток судьи и игра началась. Цель направить мяч в сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на противоположной половине поля, либо добиться ошибки со стороны игрока в другой команде. Пляжный волейбол отличается от классического прежде всего количеством игроков. Здесь команда состоит всего из двух человек и если один из них получает травму и не может продолжать игру, то команде засчитывают поражение. У нас в округе пляжный волейбол пользуется популярностью. В Щелково на специально оборудованной площадке возле физкультурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке уже несколько лет подряд проходят чемпионаты по данному виду спорта. Стартовали соревнования и в этом году. Первый этап по традиции начался в середине лета. В каждом этапе играет своя подгруппа. Каждый выходной своя подгруппа играет, вот эти подгруппы играют по три этапа. В результате этих трех этапов будет определяться сильнейшие две команды в каждой подгруппе и они выходят соответственно в финальной части игры. Мужские команды играют по субботам, а женские по воскресеньям. Матч в пляжном волейболе состоит из двух партий, счет в которых идет до 21 очка. Если игра доходит до третьей партии, то в ней счет ведется до 15 очков. На этот раз участие в чемпионате принимают 13 команд Ищелково, Королево, Фрязино, Балашихи, Медвежьих озер, Монина и других городов Московской области. Тут самое сложное, что всего два человека, поэтому все зависит от тебя. Тут нужна хорошая техника, но и основное, я считаю, это подача, потому что если соперник сразу не принимает, уже преимущество на твоей стороне. Сложное самое – это погода, солнце, ветер, а второе – это настрой. Для меня взаимопонимание с напарником. Вот мы с ним буквально, наверное, в третий раз в своей жизни играем, и взаимопонимание пришло только вот. Уже более-менее, да, можно. Дальше, ну то есть игровые навыки, техника у нас присутствуют более-менее для нашего района, конечно. А взаимопонимание пока только вот находим. Финал открытого чемпионата по пляжному волейболу городского округа Щелково 2020 планируется провести в последних числах августа. Главное, чтобы погода не помешала. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.